Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня с вами Вероника и Наталья. Как вы поняли, у нас совместный проект. Мы решили поделиться с вами двумя очень вкусными и красивыми блюдами, которые можно приготовить на 14 февраля, на День всех влюблённых, чтобы порадовать свои вторые половинки. Я вам расскажу, как можно приготовить очень вкусный десерт. А Наталья покажет, как можно красиво приготовить и подать салат. Также на канале Натальи вы найдёте очень много интересных разных видео. Я с ней знакома уже давным-давно, очень люблю её канал. У неё есть разные рубрики на разные темы, а именно кулинарные, о косметике, о макияже, о покупках. Ну и, конечно же, самая любимая мной рубрика – это «Сделай сам». Столько всяких интересных идей, поэтому обязательно после того, как вы посмотрите моё видео, заходите на канал Натальи, и я уверена, что вы найдёте для себя много всего интересного. Все ссылочки на её канал, на видео вы найдёте в инфобоксе под этим видео. Ну и сейчас я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита! Для приготовления данного десерта нам понадобится для теста 100 г муки, 100 г сахара, 2 яйца, пол чайной ложечки соды, гашенной в уксусе, красный пищевой краситель, ванилин. Для крема 200 г сметаны, 100 г сахара. Для приготовления теста нам понадобится миксер, блендер, что у кого есть. И сюда мы разобьём 2 наших яйца. Также добавим полстакана сахара, а точнее 100 г. Сейчас наша задача – яйца с сахаром хорошо взбить. Хорошо взбитые яйца. Мы сейчас добавим муку. Также соду, гашеную в уксусе. Вот такое вот количество. Меньше, чем пол ложечки. И всё это хорошо перемешаем. В готовое тесто мы добавляем ванилин и несколько капель пищевого красного красителя. Наше тесто должно приобрести вот такой вот красивый розовый цвет. Вы добавляете красителя столько, сколько вам нужно. Сейчас нам нужно подготовить форму. У меня вот такая вот стеклянная жаропрочная чашка. Диаметр этой формы 13 см, а высота 6 см. Ищите что-то наподобие. Если нет, тогда уж используйте баночку с под ананасов. Но получится ваше сердечко меньше по размеру. Так, что нам нужно сделать с этой формой? Смазать сливочным маслом. Я использую кисточку масла. Как вы видите, я подогрела. Так удобнее наносить. Все хорошо смажем. Сейчас я добавлю немножко манки, чтобы обвалять нашу форму. И вот таким вот образом мы хорошенько... Остатки стряхиваем. Получается наша форма готова. Сюда мы выльем все наше тесто. Ну а сейчас наша задача испечь этот бисквит в хорошо разогретой духовке 20-25 минут при температуре 180-200. Для приготовления крема нам также понадобится блендер или миксер. Сюда я уже вылила нашу сметану. Сейчас я добавлю сахар. И все хорошо будем взбивать. Также в этот крем нам нужно добавить красный краситель. Вот такой вот получился у нас крем. Сразу хочу сказать, что если вы сметану покупаете, как и я в магазине, крем получается всегда вот такой вот жидкий. Не пугаемся, так как вот этот жидкий крем нам нужен для того, чтобы пропитать наши коржи. А остальную часть мы сделаем с него заварной крем. Я вам покажу обязательно, конечно же, как это все делается. Ну а сейчас мы этот крем отправим в холодильник. Пускай он там стоит минут 40. Как раз в течение этого времени испекется наш бисквит, остынет. Ну и будем продолжать готовить. Ну вот и наш бисквит испекся. Он хорошо остыл. Не пугаемся, что вот так вот получается. Как вы видите, он вообще очень хорошо вытаскивается с формочки. И сейчас наша задача вот таким вот способом разрезать на тоненькие коржики. Для этого мы берем острый нож и вот так вот аккуратно разрезаем наш бисквит. Как вы видите, у нас получилось три вот таких вот красивых розовых коржика. И сейчас наша задача вырезать сердце. Для этого мы с бумаги делаем трафарет. И вот таким вот образом ножом все аккуратно будем обрезать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а теперь наша задача пропитать хорошо. Вот эти вот три сердечка нашим кремом. Как вы помните, он у нас жидкий. Как раз нужно для того, чтобы хорошо пропитались вот эти вот коржики. Для этого мы берем вот такую вот плоскую тарелку. И будем выкладывать. На дно мы ставим самое такое некрасивое, можно сказать, самое такое некрасивое сердечко. И сверху будем поливать все кремом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот получилось. Мы хорошо все промазали кремом. Сейчас берем самую красивую тарелочку, какая у вас есть. И аккуратненько поднимаем. И переносим наше сердечко уже на праздничную тарелочку. Вот у нас получилось сейчас сердечко. И мы его поставим в холодильник, чтобы оно пропиталось хорошо. Ну и с остальным кремом мы будем готовить заварной крем. И, конечно же, покажу дальше, как же все это будет происходить. Для того, чтобы приготовить заварной крем, нам нужен маленький сотейник. У меня для таких дел есть маленький казанчик чугунный. Выливаем весь наш жидкий крем сюда. И сейчас я покажу самый легкий рецепт, как можно приготовить заварной крем. Включаем огонь, ставим на маленький огонь. Помешивая, ждем, чтобы наша сметанка с сахаром подогрелась. Так, наша сметанка подогревается. И сейчас мы туда добавим 1 чайную ложечку муки. Ну и теперь все хорошо размешиваем, чтобы не было комочков. Когда крем дошел вот до такого состояния, получается очень густое. Сейчас мы его включаем и ждем, чтобы крем остыл до комнатной температуры. Ну а теперь наша задача украсить пирожные, вернее помазать вот таким вот обалденным кремом. Я знаю, что заварной крем готовится с молока. Но так как я молоко не люблю, однажды я попробовала его приготовить со сметаной. Он получился и мне понравилось. И по сей день я использую вместо молока, когда делаю заварной крем, сметану. Получается тоже очень вкусно. Не знаю, по крайней мере, моя семья очень сильно любит этот крем, нежели молочный. Берем лопатку. У меня простая силиконовая лопатка. И красиво начинаем украшать. Вот так вот хорошо мы все промазали. Теперь мы берем салфеточку и аккуратно протираем излишки, чтобы тарелочка была красивая. Ну вот и десерт мой готов. Как вы видите, получилось очень красивое, яркое, сочное сердечко. Я думаю, что ваша вторая половинка оценит ваш труд. Желаю всем крепкой и большой любви. Всем удачи. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока и до новых встреч!